Всем привет! Вы на канале Маличер, и сегодня я вновь вышла в эфир со своим, пока еще не традиционным, но хотелось бы, чтобы оно им стало, видео о покупках. В прошлый раз я спрашивала, с какой частотой вам было бы интересно их видеть. Мне сказали, что раз в сезон достаточно, чтобы мой блог не превращался в материалистические такие пляски. Вот, поэтому сегодня я покажу, в принципе, все то, что я приобрела для себя за последние, наверное, 3-4 месяца. Вот, что-то, конечно же, сюда не вошло, какие-то мелочи или те вещи, которые мне нравятся немножко меньше, чем то, что я приготовила для вас. Вот, так что покажу, можно сказать, все свои модные фавориты. Предлагаю начать с верхней одежды. Это такой самый массивный и дорогостоящий, как правило, предмет, который можно приобрести в свой гардероб. И что начнется такая дубленка от бренда The Open Project. Если я не ошибаюсь, это у нас корейский бренд. И, честно сказать, этот бренд предложил мне посотрудничать, поэтому эта дубленка досталась мне в подарок. И я просто хочу честно сказать, что я действительно в восторге. И этот бренд очень похож на излюбленный мной J.M.Y. и многие другие азиатские бренды, которые отличаются своим концептуальным кроем, в первую очередь. То есть они абсолютно нетипичные, и это как раз-таки не аналог того, что можно купить в Заре, там, и так далее, но чуть дороже и качественнее. А это действительно уникальный продукт, дизайнерский, с дизайнерским началом. И творческим людям это подходит. Эта дубленка мне дико понравилась, в первую очередь, за то, что у нее такие базовые цвета в сочетании. Это такой молочный, чуть потемнее, чуть посветлее мех. Также она в меру теплая, и мне очень понравилось то, что здесь можно так приподнимать вот этот ворот. И он взяли, закрывает уши, закрывает шею, и можно, в принципе, даже забыть про шарф. Ничего страшного, если вы оставите его дома и просто обойдетесь вот таким вот высоким горлом. Также она застегивается вот здесь сверху на петельку, здесь на кнопочки. Очень быстро и просто. Обладает одним, к сожалению, а нет, сори, двумя карманами. Но один у нас такой вертикальный, другой горизонтальный. Не очень практично, но вовладно. Мне очень понравились швы у нее на спинке. Мне лично напоминает какой-то бейсбольный мяч в развертке. Вот, смотрится очень необычно. И плюс у нее угненный рукав. Такую фишку я тоже люблю, тем более, что это как минимум тепло. Следующая вещь – это пальто от бренда Александр Роков. Во-первых, я начну с того, что я очень уважаю, в принципе, творчество этого человека. И для меня Александр – это воплощение европейского, в первую очередь, стиля, который он, наконец, привнес на какой-то российский рынок. Это очень здорово, потому что он пропагандирует все такие бренды, как Balenciaga, те же самые и так далее. Очень, опять же, необычные, опять же, концептуальные, к которым многие люди, скажем, бывают не готовы. Но угнет свою линию – это круто, идти против шерсти. Он создал вот такое пальто, опять же, очень овер-овер-овер-овер-овер-сайз. Оно выполнено из плотной шерсти, оно абсолютно не мнется. Для меня это огромный плюс. Я могу провести в нем целый день. Никаких заломов, складок и так далее на нем не образуется. Также мне очень нравятся вот эти острые лацканы, мне нравятся классические нагрудные кармашки, мне нравится выведенное маскулинное плечо, комфортные карманы. Они здесь уже, наконец, одинаковые и симметричные, и мне комфортно сидеть просто греть ручки в течение дня, во время прогулок и так далее. У него здесь супатная застежка, она полностью скрыта и не видна. Но когда пальто я расстегиваю, она меня все равно никаким образом не смущает. Она смотрится очень минималистично и дорого, потому что с франитурой всегда нужно быть осторожными, она, как правило, выдает качество изделия. Также здесь такой вот красивый подклад шоколадного цвета. В общем, к пальто у меня нареканий никаких нет. Мне как-то написал в этот комментарий, что я в нем выгляжу как гном. Я не помню. В общем, какая-то опять ослобленная женщина, их очень много у меня бывает. Вот, когда я надеваю вещи оверсайз. И в этом пальто, конечно, я встретила свою критику. Но для меня оно идеально. Здесь у меня перчатки от бренда Кос. Просто сумасшедшие, напоминает какой-то конструктор Лего. Состоит из четырех цветов. Такой колор-блок из красного, черного, коричневого, голубого, небесно-голубого и песочного, овсяного цвета. Необычное сочетание цветов. Мне очень нравится. Какая-то оценка к Питу Мандриану, к Кандинскому, ко всем моим любимым абстрактным художникам. Просто они очень здорово дополняют, например, то же самое пальто, вот это бежевое. Смотрится всегда очень стильно. И сразу покажу еще один аксессуар, чтобы понять, с чем еще я их люблю сочетать. Это шапка, опять же, от бренда Аркет. По-моему, все-таки здесь альпака. Альпака и шерсть, что-то в этом духе. Ладно, неважно. В общем, очень пушистая, классная шапка. Она тоже держит форму, смотрится необычно, потому что она стоит колокольчиком. И мне нравится то, что у нее вот этот загиб, он очень широкий и плотный, поэтому она тоже держит форму, но при этом не сдавливает мне голову. Очень теплая, классная шапка. Тоже такой клевый, жизнеразный акцент. Сейчас будет история о коже, и она еще будет с красной нитью проходить через весь мой рассказ о покупках, потому что кожу я очень люблю, особенно в весенний, осенний, димсезонный вообще период и зимой в том числе, потому что, ну, все вы знаете, что она очень легко чистится и так далее. Если я надеваю, например, какие-то тонкие шерстяные брюки, то если я их запачкаю с ней, ну, придется их либо в химчистку отдавать, либо вручную стирать, что, в принципе, не очень приятно. Вот, а с кожей история короткая, можно просто взять положенную салфеточку и протереть. Ну, все вы знаете уже об этом. Этот костюм я приобрела в бренде Кос, он выполнен из очень-очень мягкой кожи, и я даже скажу вам честно, они настолько мягкой кожи, что первые брюки у меня разъехались на попе. В них нужно быть очень осторожными, не танцевать с подружками на кровати, как это делала я, после чего у меня лопнула попа. Я думаю, что этот костюм со мной очень надолго, он состоит из подлиненной рубашки и из таких укороченных брюк. В последнее время я покупала очень много широких брюк в пол, и я поняла, что я просто соскучилась по укороченным моделям для того, чтобы показывать носки, для того, чтобы показывать, не знаю, коленище или обувь с высоким коленищем, опять же. Вот, и именно этот костюм сел сразу в идеале, я его как только примерила, я поняла, что без него вообще не собираюсь уходить. Вот, и мне нравится, что он такой простой, здесь лаконичные просточки, как любит Кос всегда, и разрезы по боку. И одна из самых дорогостоящих покупок за всю историю существования Маши, это худи Balenciaga. Я решила сделать себе подарок на Новый год. Не помню, после Нового года мы это сделали сразу же или до Нового года, но мы с Лешей решили прогуляться до нашего местного ДЛТ. Я понимаю, что там безумные наценки, но я ненавижу онлайн-шоппинг, правда. Я постоянно добавляю что-то вызбранное, но в итоге это никогда не доходит до корзины, я это никогда не заказываю, потому что много сомнений, когда заказываешь такую дорогую вещь, хочется, чтобы она сразу села идеально. Поэтому я за то, чтобы там доплатить немного за наценку в магазине ДЛТ, но приобрести сразу то, что я 100% хотела и буду носить. Это худи мне в первую очередь понравилось тем, что она имеет необычный крой для худи, даже для худи Balenciaga. Она более круглая, чем многие остальные, и также имеет вот такой супер широкий рукав. Я думаю, вы видите. И, кстати, когда ты носишь такие худи, то необходимо иметь еще и такое вот пальто, потому что она настолько широкая, широкий рукав, что он влезет, конечно, далеко не в каждую верхнюю одежду. В этом, наверное, даже есть какой-то минус. Также мне очень понравилось то, что она такая деконстрактная, у нее здесь вот повсюду какие-то прорези, у нее как будто не обработанный рукав, немножко походся на худи, как будто бы я бы нахожу уже лет 10. И очень нетипичный принт. Здесь не просто лого Balenciaga, здесь какой-то такой готический шрифт интересный. Здесь написано «Free your mind». Не то, чтобы это какой-то там слоган моей жизни, но мне нравится эта фраза. И вот этот маленький символ Balenciaga, спрятанный под капюшоном, тоже выглядит очень лаконично и прикольно. И, кстати, в целом, если вы хотите покупать худи в люксовом сегменте, то, конечно же, в первую очередь, всегда все рекомендуют обращать внимание на вот мой Balenciaga, потому что они выполнены из самого-самого плотного футера, самого плотного хлопка. Ну, они много весят, но это того и стоит. Ощущение просто сумасшедшую крутую. Следующая вещь у меня опять в цвете «Электрик». Тот же самый цвет, который уже надет на меня. Но у меня действительно с ним случилась некоторая обсессия. Именно вот в последние, наверное, месяца три. Но это, по-моему, единственные покупки, на самом деле, в этом цвете, которые случились. Поэтому не думайте, что я совсем уже помешалась. Я очень вдохновляюсь дизайном Гарри Лиева. Он часто использует этот цвет в своих проектах. И это тоже, скажем, повлияло, наверное, на мое мнение об этом цвете. И открыла для меня его с новой стороны. Этот свитер я приобрела в мужском отделе бренда «Викдэй». Он уже, в отличие от «Худи Политяга», абсолютно бюджетный. Мне кажется, он стоил где-то 2,800 на скидках. Или даже, может быть, меньше. Не помню точно. Мне он понравился в первую очередь тем, что он опять же «Обрюссайз», как я люблю. И мне нравится дополнять его беленькой футболкой, чтобы здесь немножко торчал его ворот. Возможно, он даже торчал немножко снизу. И это очень освежает любой образ. Смотрится классно. Долго говорить не буду. Свитер советую. Плотный, классный, теплый. Ну, нет, не сильно теплый. Он без шерсти. Но в нем хорошо. И будем говорить с вами категориями. Раз я уже начала говорить о свитерах, то продолжу снова с брендом «The Open Project». То, что я и говорила, да, рассказывая об углубленке. У них крой каждой вещи абсолютно уникален, очень интересен и цепляет взгляд. Здесь у нас свитер, который полностью покрыт такими масштабными, я бы сказала, дырками. И на самом деле это целое поле для экспериментов, потому что этот свитер можно надевать на волое тело, можно надевать на белый топ, можно надевать на черный топ, на топ-бандо. Можно вообще, как у них в каталоге, я видела, кто-то на лимонный топ надел, типа неоновый. Здесь можно действительно экспериментировать, и это очень здорово, я такие вещи люблю. И также он выполнен из двух типов вязки. Вот здесь он чуть более легкий, а вот здесь на рукавах очень-очень плотная вязка, которая держит форму, и это здорово, потому что рукав не вытянется. Я, в общем, ставлю просто огромный жирный лайк этому свитеру, то есть когда он только пришел, я его примерила, я поняла, что вещь на 100% моя, качество огонь, и здесь как раз-таки, кстати, свитер уже теплый, потому что я не помню состав, но чувствую, что шерсть есть. Да, ребята, 80% шерсти и 20% нейлона. И, кстати, я не ошиблась, Made in Korea, так что это корейский бренд. Так что да, очень низкий поклон бренду, на самом деле, заходите на их сайт, и правда, очень понравился. Очень необычная вещица, которую я также нашла для себя в КОС, это вот такой воротник-слэш-манишка, может быть, знаете другие доименования этой вещи, не знаю, как правильно. В общем, она имеет вот такой вот олимпичный ворот, который застегивается до конца и может поставить это горлышко очень так высоко. Можно расстегнуть абсолютно и просто вот так, как воротничок накладной разложить. В общем, очень универсальная вещь, которая действительно греет. Я ее надеваю абсолютно на все поверх, плюс она украшает, например, если я надеваю просто под пальто, то это смотрится очень классно, свежо, что такой клевый воротник у меня торчит из-под пальто. Не знаю, мне очень многие делают комплименты, и просто спрашивают, где я вообще это нашла. И это не единственное, кстати, что греет мою шею в этом сезоне. Также я открыла для себя вот такие вот вязаные воротнички. Именно этот от бренда, я здесь ставлю название моей подруги Наташи. Это вяжет ее мама, и это просто супер мило. У меня есть такой в бежевом цвете с прошлого года, и в этом году я еще докупила себе черный. Так что вот такие два друга, я без них на улице вообще не выхожу, и вам очень рекомендую такую вещь обзавестись, если вы еще успеваете до конца холодного сезона. Предлагаю перейти к низам. Сейчас я покажу очень необычные брюки, и сразу скажу, что это винтаж. Я их нашла в магазине, опять же, своей подруги Барри. Если кто смотрел мой последний блог из Москвы, тот наверняка это видел. Процесс выбора этих штанов, процесс их примерки, то, как они мне сразу понравились. Они действительно очень необычные. Не знаю этот бренд, Газ Индустри. Они вельветовые, вот такую вот шашечку. Классический Крой Левайс, здесь застежка на пуговице. Вот такие кармашки. В общем, ничего такого специфического про них не могу сказать, но это настолько акцентная, классная вещь, что я сразу поняла, что я без нее не уйду. Она очень дополняет мои минималистичные образы и просто выделяет, опять же, получаю миллиард комплиментов всегда, когда выхожу в этих штанах и веселю людей. Еще одна абсолютно небюджетная, к сожалению, покупка. Хотелось бы, чтобы была более бюджетной, но да ладно. Это брюки Ами. Этот бренд вы тоже уже знаете. Я их очень люблю за их базовые силуэты. Я очень полюбила их тренч, я очень полюбила их юбку-шорты, которые я показывала вам в своем прошлом покупочном блоге. Как это называется? Блогия покупка. И я просто прониклась этим брендом и поняла, что я готова продолжать приобретать себе их позиции, потому что они действительно мне служат. Их служат классно. И задерживаются в новом гардеробе надолго. Эти брюки выполнены из очень плотной шерсти. Я таких брюки, честно, на рынке вообще не видела. И мне очень нравится то, что они действительно прям стоят полом, держат форму. Они, опять же, абсолютно не мнутся, несмотря на то, что выполнены из шерсти. И их кроссе держит только два защиты симметричных. Здесь два скрытых кармашка. Тоже глубокие, очень комфортные. Здесь у меня классическая застежка. Шлицы для вашего ремня, если он необходим. И главное, это то, как сшиты эти брюки. Вот эти прострочки, молочные, белые, очень красивые. Здесь вот этот логотип Амин, который уже очарователен. Для меня это эталон того, как должны быть сшиты брюки. И, не знаю, просто очень рекомендую. Если есть возможность вложиться в такое изделие, то сделайте это. Я уверена, что вы тоже не пожалеете. Следующая вещь, о которой я поговорю, она уже надета на меня. Это костюм от бренда Studio 29. Я уже выкладывала свои фото в этом костюме в Инстаграм. И после этих фото, не знаю, остались ли они еще у Тани в ассортименте в бренде Studio 29. Мне кажется, что их смелее, эти костюмы. Но если они еще есть, то я о нем рассказываю. Это костюм, состоящий из широких брюк с разрезами снизу. Также с рубашкой с такими длинными манжетами, что тоже очень элегантно и красиво смотрится. Мне нравится. Она также имеет разрез по бокам. И что я обожаю в этих изделиях, это то, что у них фурнитура в тон. Ну, вот эти синие пуговицы, мне кажется, они очень круто дополняют эту рубашку. То есть, если бы были любые другие, там, черные, роговые или белые, то они бы уже очень сильно выделялись. И я бы даже сказала, портили изделие. А в данном случае они сливаются с материалом, смотрятся, опять же, очень дорого, классно. И вот эта перламутровая ткань, она все-таки напоминает о том, что это костюм из новогодней коллекции бренда. Но я уверена, что я ему в итоге носить вне каких-то праздничных мероприятий, просто надевать город, радовать себя и окружающих. И, возможно, Гарину Риева, если он когда-нибудь зайдет на мою страницу. И, опять же, говоря о категориях, да, и продолжая тему кожи, и бренда Studio 29 снова, я показываю вот этот костюм из жакета и юбки Макси. Если кто помнит, опять же, я вам показывала этот костюм на себе снова же в прошлом влоге из Москвы, когда мы ездили на мероприятие бренда Moet. И мне кажется, что этот костюм как раз-таки идеально вписывается в какие-то пресс-месторжественные, возможно, немножко лакшери вечера, когда вы хотите провести время красиво в компании красивых, таких же нарядных людей, пойти в какой-то ресторан, видовой, например. И для меня это очень универсальная позиция, потому что конкретно эту юбку я уже в миллионе образов сочетала отдельно от этого жакета. Этот жакет, опять же, с детства, можно носить отдельно от юбки. И просто белый цвет освежается. Он выполнен из эко-кожи, но настолько мягкой, что, честно говоря, кожа даже как будто бы немножко грубее, чем вот этот костюм. Я в восторге абсолютно от материала. Поэтому, если эти костюмы еще остались, то я, конечно же, рекомендую приобрести. Пусадка шикарная. Итак, далее снова жакет. В этот раз куда более базовый. Это уже у нас бренд Апкет. Это просто черный жакет. Прошу прощения за то, что у меня майка под ним висит, мне вешу, их не хватило. Просто черный жакет, но я взяла его в размере 38, и поэтому он смотрится очень объемно. Опять же, я его сочетаю вообще со всем чему угодно. И в одном из блогов, опять же, надевала его поверх на платье сетку. Он очень классно прикрывал бедра и все то, что мне хотелось бы прикрыть. И смотрелся, ну, не знаю, мне кажется, просто круто. Уже опять нечего сказать. Хорошая костюмная ткань, шерстяная. И арки, в принципе, это бренд, опять же, из конгломерата H&M, примерно на уровне скос. Он славится как раз-таки своим качеством, базовыми силуэтами, которые, ну, готовы вообще абсолютно сравниться с каким-то люксовым сегментом. И мне кажется, местами даже по качеству намного лучше, чем в люксе. В общем, этот жакет я, опять же, рекомендую, если он еще остался. Вот 38 размер. Смотрится идеально. И сразу же покажу то, что под жакетом. Сейчас будут две вещи от этого бренда. Это бренд Арсен Айрис, Арсен Айрис, я не знаю, правильно, или вообще Арсен Айрис. Ладно, вы поняли меня, я не в курсе. Кто знает, напишите в комментариях. Это топ, я думаю, он называется спорт, топ или как-то так, типа спортивным налетом. То, что мне понравилось, это, естественно, вот эти чашечки. Это довольно актуальный элемент. Многие его используют, там, тут же маржела. Такой топ также был в черном цвете, но я решила, что я его буду носить летом. Летом мне загорело тело, и почему бы не освежить его, на контрасте не собирать с таким бежевым топом. Вот. То, что мне еще понравилось, это, конечно же, черные прострочки поверх вот этого сверху бежевой гаммы. Это всегда смотрится интересно. Опять же, с налетом моего любимого маржела, потому что это его любимый прием. Это такой контрастный шов. И его форма необычная, конечно же, тоже с американской поймой. Ставлю лайк. И еще одна вещь от того же самого бренда, название которого произносить не будем. Великий и ужасный О. Она очень необычная тем, что ее можно надевать сразу двумя способами. Пуговицы вот этот ряд может быть как спереди, так и сзади. Тут на ваше усмотрение. И также это изделие укорочено. И здесь снова у нас такой необработанный край. Здесь немножко торчат ниточки. Сверху тоже самое. Все, как будто немножко не дышит. Рукава такие же. И мне очень нравится то, как они расклешаются к линии манжет. Смотрите, смотрится очень элегантно. Чуть-чуть, опять же, закрывает нашу кисть рук. Для меня это просто красивая, элегантная вещь, которая будет, опять же, долго жить в моем гардеробе, потому что у нее абсолютно нет времени. И, кстати, бренд, в принципе, славится своим шелком. Он не очень дешевый у них. Я считаю, что он даже немного переоценен. Но он действительно приятный. Мне нравится то, как я его чувствую активно на своем теле. И могу рекомендовать. Эта вещь на вешалке выглядит абсолютно несуразно. Я сейчас вообще не пойму, что это такое. Поэтому сразу прикладываю красивые кадры из нашей с Лешей съемки. В общем, это такой жилет-топ из очень плотного хлопка с высоким городом и широким поясом, которым можно повязывать вообще импровизационно любым образом, сзади, спереди, распускать вниз и так далее. Мне это напомнило немножко азиатский традиционный костюм. Вы знаете, что эта тема у меня очень близка. Я, в принципе, держу свой модный ориентир на Азию. Поэтому этот топ действительно супер. Мне понравился снова этот необработанный край вот здесь. Также вот здесь очень глубокие разрезы по бокам, которые приоткрывают линию ребер, немножко груди, плечи. И это смотрится очень женственно. Вот. При этом абсолютно непошло, несмотря на наличие каких-то обнаженных элементов. Эти брюки от бренда, от которого я, на самом деле, ничего не ждала, когда я направлялась к ним. Это брюки из-за какого-же от бренда Топ-Топ. Вроде бы это их производство. На самом деле, для меня это играет второстепенную роль, потому что мне просто сразу понравилась посадка, понравился материал, и для меня это уже самое-самое главное. Вот. Здесь такая тоже нейтральная достаточно пуговица, тоже шлевки, абсолютно прямой крой, длинные штанины. Здесь, наверное, я даже не буду их обрезать, мне нравится, что они гармошки немножко складываются снизу. Эти брюки я действительно рекомендую. Они также есть у них в черном цвете, бордом, по-моему, цвете. И они стоят около там 8 тысяч, но они действительно классные. Они смотрятся дорого, круто, и дополнили уже кучу моих образов вот элементарно для сегодняшней съемки в студии. Будет рассказать про дырку, или не надо? Так сказать. Следующие брюки, про них спрашивали вообще все. Мне кажется, они в инстаграм, мы просто взорвали директ. Это брюки от бренда Wigday. Опять же, это уже женский, наконец, отдел. Они немножко отличаются здесь. Видите, спереди, они больше бежевые с черными вкраплениями, а сзади они больше черные с бежевыми вкраплениями. Они затягиваются здесь на шнурок. Вот такие классические джоггеры. Здесь также затяжка снизу. Смотрятся они очень классно, стильные. Я люблю такие ворсайс-вещи. И с ними связана очень смешная история, друзья, которую я вам спешу рассказать. В общем, я их надела в первый раз. Просто гуляла у себя примерно там по району, отправлялась в бассейн. Клянусь, я проходила просто по улице параллельно Невскому проспекту, где-то в четырех минутах от Александра Невской лавры. Проходила мимо шиномонтажки. Не было никаких оповестительных знаков. Вообще ничего не было. Я просто прошла мимо шиномонтажки, и на меня из будки выбегает огромное черное нечто. Это просто огромный реально злой пес, который громко лает. Я в какой-то момент просто в оцепенении, но когда он подбегает уже очень близко ко мне, я начинаю рвать просто с такой скоростью, с которой я, мне кажется, не бегала никогда, даже когда я участвовала в кроссах у себя на сборах спортивных. В общем, я просто покажу это вот маленькая дырка, которую я все никак не могу заштопать. Это реально собака укусила. И мне просто повезло. Я называю это счастливые штаны, потому что действительно новую в итоге она мне не прокусила. Она схватилась за штаны, и я успела убежать. В момент у нее закончился поводок, и она осталась позади. Вот такие штаны спасителя. И уже традиционно мы с вами заканчиваем на кроссовках. Вы знаете, что я, пусть и не коллекционер, наверное, но точно заядлый покупатель, потому что кроссовки — это прямо часть моей жизни, моей культуры. Леша тоже очень любит кроссовки, и у нас они занимаются достаточно большую часть в нашей квартире. Стеллаж этот занимает больше, чем наша постельничная. Поэтому такие кроссовки из коллаборации Kids Super Studios с брендом Puma мне сразу запарит душу, потому что здесь очень такое пастельное, красивое цветовое сочетание. Здесь нежно-желтый, нежно-голубой, также вкрапления розового, зеленого и так далее. В общем, они очень необычные. Здесь, в принципе, любой цвет можно отыскать на их поверхности, и это упрощает сочетание с одеждой, с которой вы их надеваете. Они, конечно же, больше летние, поэтому я практически не ходила, но несколько раз надевала, раз в пять, наверное, и они очень удобные, мягкие, классные. Тоже могу рекомендовать. И, кстати, Kids Super это очень интересная группировка ребят из Броклина, основатель которых раньше играл в футбол, и поэтому именно эта коллаборация, она такая с намеком на футбольную тематику, очень необычная. И... В общем, да. Все. Приобретение этой модели кроссовок уже снова было в одном из моих видео из Москвы. Я их покупала у ребят, которые занимаются Лисейлом, потому что это довольно редкая модель, которую сложно приобрести. И это коллаборация Nike с брендом Sakai. Это снова азиатский бренд. Я тащусь от Deconstruction. Мне нравится два язычка, два контрастных шнурка, два спуша. Здесь какая-то сумасшедшая накладная подошва, которая выходит за пяточку, как видите, немножко удлиняет мою ногу. Мне, опять же, нравится скрапление цвета электрика красного. Мне есть с чем это сочетается, это вы тоже уже поняли. Самое печальное, что эти кроссовки, к сожалению, больше на летний сезон, потому что они состоят из светлой замши, и также у них есть зона сетки, поэтому я их буду носить активно только в конце весны. Но для меня это абсолютно покупка одна из любимых, и я прям горжусь тем, что я их отыскала, и теперь ношусь с огромной радостью. Огромное спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Пишите в комментариях, какие покупки вам понравились, какую вещь вы там, может быть, вообще не поняли и не одобряете. Можно писать критику, но не надо называть меня гномом в оверсайз пальто, а можно быть очень не тактичными друг к другу. И делитесь также, какие модные фавориты были у вас в этом сезоне. И до скорых встреч!